Субтитры делал DimaTorzok Песню послушали. Who is there? Take me to church. Специально для всех, кто заказывал. Ну, там есть, кто заказывал. Ладно, Балкан Бирскорлеоне. Нас играют против Тимирина Тинкерина. На данном этапе. BBC уже вырвали первую картку. Причем вырвали с ощутимым преимуществом. Там кое-как пытался Блэк отковыряться за счет своего суперкрутого фарма. Но в итоге оказалось, что это команда одного игрока. Тим Тинкер и один игрок не затащил. Один против троих перефармленных. Это, конечно, не вариант. Не знаю, не знаю, что Блэк вообще себе думает. И почему не участвует в файтах. Не знаю, не по этой ли причине. Покинул у нас Блэк команду Вичи. Там я в детали не вчитался. Или, может, мне не во что было вчитываться. Блэк не так давно у нас ушел из Тим Вичи. И, по-моему, даже не ушел, а просто кикнули его из команды Вичи. На его место взяли, по-моему, Хао, если не ошибаюсь, из Ньюби. Вот теперь у нас Блэк сиропит всю игру команде Тим Тинкер. Но это шутка, конечно. Одну катку он вытащил точно так же на антимаге, как в прошлую на антимаге проиграл. Последний пик для Тим Тинкер. И все так же нет фармящего героя. Будет ли это еще один антимаг от Блэка, мы увидим. Антимага у нас в бане нет. Здесь, не знаю, заходит он, не заходит. Да, может, и заходит. Медузу забанили. Да, Медузу нельзя брать. А Би-Би-Си у нас решили Лину взять. Бладсикер тоже есть в пике. Ну, сомнительная история, конечно. Эмбер Спирит. Эмбер Спирит для Блэка. Флоу будет играть сложный на Тайт Хантере. Пинг Панда на Леоне. Койква в миде на Эсефе. И Скайрос Мак для... Для кого же там Скайрос Мак? Ладно, вспомню. Миракл на Лине. Под Ринью на Бладсикере. И обзор на Рубике. Массакери в сложную на Бэтрайдере. Ну и Леви на Винге. Саппортить, саппортить. Еще раз саппортить. Немного времени осталось. Все, разобрали своих героев. Так, так, так. Свободная камера. Все. В общем-то мы готовы. Ну, конечно же. Куда нам вообще готовиться? Показал статистику по голде, по экспириенсу. Не поверите, но там абсолютно равная игра. На данной минуте. Эмберспирит для Блэка. Наверное, та же ерунда. И что-то я боюсь, что Эмберспирит для Блэка затянется у нас минут на 50-60. СФ для Койкова это приятно. СФ для Койкова это дорого и ярко. СФ все время фармит. На котором Койкова отыгрывает много, вывозит. Но, в общем-то, лучше, чем перед этим играла команда Хеллрейзер. Да и лучше, чем, я думаю, Тинкера в прошлой выглядели у нас. Бладсикер для Падриньо. Фармящий персонаж. Нечастый гость вообще у нас в пиках. Фармить Падриньо может. Он-то уже показал на Фантом Лансере. Посмотрим, что теперь будет на Бладсикере. Мирикл, в общем-то, саппортить, наверное, отправляется. Леви и обзор. Хотя нет, Мирикл никого не саппортить у нас не отправляется. Мирикл у нас отправляется в МИД на Лине. Лина в МИДе против СФ. А вот это противостояние, вот это бойня. Даже интересно теперь смотреть на МИД Лейна. А то обычно такая скукотища я вам передать не могу. Какой-нибудь снайпер против какого-нибудь СФа и станут, ковыряют друг друга, ковыряют минут 5. Потом пару шапнелей под ноги, раз и развалился МИДер в виде СФ. Или кто-нибудь придет, какая-нибудь корова с фиссурой, и опять развалился кто-то из МИДеров. И все остальное время стоят долбят крипов. Здесь Лина, в общем-то, и тем же будет заниматься, но... У Лины крутые рассказы. Лина с 6-го левела, я думаю, напрягать будет нон-стоп у нас СФа. А на МИДе 6-й левел не так-то сложно заработать. Отваливается и обзор из игры. Darkward68. Спокойной ночи. В следующий раз приходи с друзьями. Ну, отвалился у нас... Тем временем, Рубик. Ждем, ждем, ждем. Смотреть тут больше нечего, а что смотреть, в принципе. Кстати, кстати, еще. BBC, по-моему, 7 поинтов у нас умеют. Секундочку, сейчас проверю. Да, у BBC было 7 поинтов. Они... На данном моменте уже 8 очков заработали. Догоняют HellRaisers. И могут сейчас еще и обогнать. Если выигрывают вторую катку, то... Выходят на первое место с 9 очками. HellRaisers у нас отодвигаются на вторую позицию. Tinker пока с 6-ю поинтами. Разве что может Балканберс Корлеоне догнать. Опять же, у HellRaisers одна игра будет в запасе. Так, в принципе, у большинства команд по 5 игр сыграно. Там в этой же группе Asus Polar. Ну, эти ребята, наверное, отвалились уже из турнира. У Asus Polar там полнейшая проблема по составу. Ну, я думаю, вы в курсе. Бегут от них люди, а те, кто не бегут, те играть не могут в таком незначительном составе. Три человека, если не ошибаюсь, всего осталось. Для Asus Polar что-то ищут, что-то выдумывают. Ну, FANIC там вроде как свободен. Фобоса забрали. FANIC свободен. Можно подумать. Я думаю, что WIN BBC. Мне не очень импонирует то, что делает Блэк. Да, я люблю, конечно, парней, которые формят тысячу лет, а потом идут и всех сносят сразу. Но мне не очень нравится, как это делает Блэк. Он практически не участвует в общих драках. И это действительно удивление. Почему игроки такого уровня могут позволить себе долгое время не находиться в составе команды, а потом приходить и кричать. Ну, не кричать, конечно. В пабе, если так происходит, то потом какой-нибудь антимаг, который формил 40 минут и нафармил себе на ПТ и Владмир прибегает, начинает рассказывать, что вся команда днища, все слили катку, я тут готов тащить. Блэк так не поступает, но... Ну, наверное, не поступает, я не знаю. Но Блэк не участвует в драках, не помогает своей команде. Собственно, зачем такой герой нужен, я толком объяснить не могу. Но, может, просто еще не сыгрался, может, не вжился. В Тим Тинкер он совсем недавно в этом составе команды Тинкер. Ну, тоже это неприглашенная звезда в каком-нибудь футболе, несвободный художник Блэк. У Блэка есть своя позиция. Блэк должен формить, должен убивать. Но убивать не на 45-й, не на 50-й минуте, а где-то минуты с 25-й, с 30-й. А по факту получается, что вся команда терпит, а потом Блэк в соло просто-напросто не вывозит троих-четверых перефармленных игроков соперника. Но это вот к вопросу... ...о том, кто я думаю Вин. Я думаю Вин ББЦ. Ну, тоже исключительно на интуитивном уровне. Да, чувак, ты же вроде уходил спать. Да, вы укладывает в ВК все видео. Все видео появляются на Ютубе. Если не ВК, то Ютуб. Хотя после Ютуба заливаются точно так же в контакт видосы. Потом сможешь смотреть все, что хочешь. Сможешь посмотреть на Ютубе все. Join.mlg Pro League, которые я комментил, а это уже достаточно долго по времени. Значит, и матчей там накопилось у ее и как много. Это сейчас небольшая разрядка. До этого по 13, по 12 часов стримов нон-стоп. Там, конечно, полнейший ад был для комментатора. Флоу у нас стоит на сложной против Падриньи. Ну, в общем-то, нормальная ситуация для Тайтхантера. Не должен он сильно терпеть от Бладсикера. Да и Вингат толком ничего у нас не рассказывает Тайтхантеру. Миракл здесь в соло стоит против Койклы. По одному вкачал. Пассивка уже у Миракла есть. Раскаст, а дальше с руки, с руки, с руки. Койкла тут, наверное, будет по ХП проседать. Банка имеется у Койклы, уже обузится у Миракла. Банка вот-вот появится. Собственно, деньги натикали. В Курьере уже сейчас будет бежать. Массакари. Ну, здесь Массакари, в принципе, для левела стоит. Я думаю, дальше отправится подальше от сложной линии куда-нибудь в лес. Тут и обзор, в принципе, уже все для Массакари делает. Мультиспауны. Все по методичке. Панда решил у нас здесь с Массакари подраться. Забирает реген. И дальше начинает накалять у нас Панду. А вот теперь, по-моему, у Панды проблемы. Нет, Массакари второго левела чуть-чуть не дотикал. А второго левела нет. Под фаерфлайем тут особенно Леона... Ну, без фаерфлайя, точнее, Леону ничего не объяснишь. Есть, опять же, у Леона все необходимое для того, чтобы и выйдеть. Какой-то мув от Бэтрайдера и Хекс есть. Есть подкоп. В общем-то, уходит смело. Миракл фармит 16 на 4. Опережает СФа. У СФа 9 на 1. Что тут по спаунам? Ничего. И здесь ничего. Только сейчас Пайлайдай у нас отправляется делать мультиспаун. И обзор уже здесь... Кучу-куч насобирал. И сейчас еще один спаун. Ну, уже тогда можно будет смело перемещаться. Массакаре на... Вверх сюда, на свой лес. Ну, хотя бы, хотя бы третий левел надо только получить. И до этого момента постараться не слиться. Пинг Панда настреливает по горбу Массакаре. Где брать третий левел, пока непонятно. Блэк стоит, фармит. Блэка никто не трогает. Кстати, Блэк на фри-фарме. И Блэк у нас проигрывает по фарму Мираклю. Даже немного удивительно. У Миракля 19 на 4. У СФа 16 на 2. Койква у нас спаунами занимался. Нет, Койква просто в миде стоял и фармил. Флоу тем временем гоняет леви. Гоняет точно так же по дри-ни. Может себе позволить. Сайвенс у нас поймал Флоу. За ним пошел дальше побег. Здесь пассивка в 2. По дри-ни бежит и режет. Режет и бежит. Еще один удар по Тайтхантеру отпивается у нас. Хилинг Селвом. Флоу остается живым. Фейсбутцы прилетают Блэку. На Блэку. Кстати, 5 зарядов. На Палма. Бэтрайдер 3 левел все-таки появился. Можно отправляться в лес. Цепляют у нас здесь Пайлай Дай. Пайлай Дай очень сильно битый. Но пока еще живой. Телекинезом и обзор не дотягивается. А здесь и обзор, кстати, может и огрести. Наверное, зря он сюда пришел. В Телекинез Койку как можно дальше и бежать. Вот и, собственно, о чем я говорил. Массакри. Отправляется у нас в лес. Здесь 4 спауна уже имеется. Забирать это все очень просто. Ну, здесь големы, конечно, неудачные для Массакри появились. Тем не менее, из этой кучи порядка тысячи, я думаю, забрать должен. Там немного до даггера останется. Ай-яй-яй-яй-яй. Ферст Блад на миде против Миракла. Вышел у нас Леон помог. Просто подкоп и просто раскаст. От СФ и от всех. Ну, видим, что очень сильно у нас постоит. Да хрен вообще с ним. Давайте смотреть повтор. Почему мы смотрим повтор? Да потому что мы можем посмотреть повтор. Миракл пошел настреливать Койку. Под пассивкой. Стреляет. Под ноги стан. В Хексу отправили Миракла. Первый Койл попадает. Второй Койл попадает. Дальше уже с руки заковыряли. Все, 1-0. На миде Миракл фрак отдал. СФа забрать не смог. СФ уже фуловый. Флоу на сложной. 8-0 по крипам. Кое-как барахтается, держится. Массакри. Налог ХП, но посмотрите, с каким количеством денег забрал эти спауны. На флоу, по-моему, здесь выходит Леви. Уже имеется здесь и обзор. Есть Бладсикер. У Бладсикера максится пассивка. Решили организовать серьезный экшен по всей карте. Поднимает у нас флоу. Флоу под Сайренсом сейчас от Бладсикера. Дэмэджа куча. Ну, здесь заковыряли. 1-1 становится счет. Отомстили за фрак в миде. Забрали оффлейнера. Успеет ли обзор поднять у нас СФ-а? Нет. Можно было бы на Глиф забросить. Вот смеху бы было. Перемещение по карте. В общем-то, по фарму все относительно ровно. Те, кто должны фармить, фармят. Койква фармит. В миде Миракл фармит. А здесь Падриньо и Блэк тоже стоят и фармят. Никто им толком не мешает. У Падриньо появляется Пауэр Трэдс, Пурман Шилд, Ринков Басилус. Больше ничего. У Эмбер Спирита Фазы, Боттл. Ну и Грейджиный Стик. У Миркля в миде. Собственно, ничего интересного. Что у нас у СФ-а? 900 на руках у СФ-а Боттл где-то там гуляет в Курьере. Еще сам себе койква умудряется стакать. Гайд по стакам. Нет, нет, не получилось. Немножко раньше надо было. Друг друга стопили. Вовремя не отошли. Что здесь Пайлэй Дай стоит? Ну, видимо, для Экспы. Третий левел Пайлэй Дай получает. Бежит Миракл на хосте. Хочет с кем-то подраться. Никто с ним драться не хочет. Миракл надо отсюда уходить. Пайлэй Дай, если увидит, то, наверное, в соло разберет. Миракл здесь на панду выходит. Сайленс ловит. Лагуной Блейд. Да, в итоге Лагуной Блейд разрядился на лоу ХП. Правда, с чувством выполненного долга отваливает отсюда Миракл. Тысяча по золоту. Отомстил за ферст-блат у нас Леону. В соло без каких-либо помощников. Там Леон, разумеется, с СФ-ом вместе ковыряли Миракла, а? Миракл в соло. Леону все как надо рассказал. Падрини отправляется в лес. В Массакере 50 по голде. До Даггера. В общем-то, Даггер после Голема собран и готов. 8 минут нормальный тайминг. У Койквы 1700. Давайте глянем на Творсы. Первое место вроде у Койквы. Где же твои артефакты? Ну, 1700 на руках. В принципе, да, понятно. Две на руках у Койквы, плюс здесь. Общие сложности две с копейками. Две двести где-то. Так и получается, да. 4300 у нас у Койквы. У Блэка. Фейсбуцы 900 на руках. У Миракля. Постепенно в Юл выходит у нас Миракля. Еще немного. Еще 1100 где-то насуетить надо. Где находится Бладсикер? Ну, здесь стандартные артефакты. Немного, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Где-то аура какая-то. Где-то какой-то под сейф, под хилл. В общем-то, Падрини нормально себя чувствует. Выходит, как я понимаю, тоже в Юл. Сейдж Маск. А, нет. Это Миракляева Маска. Мне почему-то кажется, что тоже в Юл у нас пойдет по Дрине. Стандартная схема. Если Бладсикер появляется, то он, в общем-то, такой мультииспользуемый персонаж. В это время Лена у нас разваливает Леона. Второй раз. Ульта пошла от ТТ. Развалили Бэтрайдера. Леви поймали, привязали к земле. И очень быстро разваливают. Миракль под Сайленсом бежит отсюда. Голубей поймал. Я обзор. Назад возвращает Блэка. Блэк, по-моему, приехал. С руки у нас ковыряют Блэка. Развалился Блэк. Флоу тоже здесь погибает. Ну вот, собственно, вот, собственно, Лена в миде. Трипл килл от Миракля. 3-6 становится счет. 3-2 разменялись, но тысяча по золоту опускается в руки Мидера. И эта Лена скоро станет чокнутой и сумасшедшей. Скоро, я думаю, появится Аганим, Даггер. А там уже прячутся все вообще, кто только может. БКБ не спасает. Ничего вообще не спасает от Лагуна Блэйда и демеджа. И, как понимаете, 950 на 16-м левеле. То, что Миракль дойдет до 16-го левела, я в этом не сомневаюсь. Появляется Юл. Теперь раз касты будут практически безапелляционные. Выйдить их толком нечем. Что в это время Блэк? У Блэка 600 есть. Готовится выйти в барабаны. Тайт Хантера 500 на руках после Аркан Бутсов. Видит и кликает на Леви. Понимает прекрасно, что здесь будут мешать делать спауны. Леви отсюда уходит. Ну, теперь можно пойти спауны поделать. Флоу боится. И правильно, наверное, боится, потому что Вижена нет. Стоит Центрик, но Центрик этот, понятное дело, что не дает Вижен на лоу-граунд. Леви отправляется в мид. Никто ему не мешает. Почему, собственно, не поформить на миде? У Массакри имеется Даггер. Отправляется у нас на топ Массакри. Скорее всего, будут врываться здесь во флоу. И обзор надо еще одного персонажа. Ну, здесь уже Пинк Панда подходит со спины. Фингер оф Дэс имеется. Например, того же и обзором можно разбирать. Взлетает Файерфлай у нас в Массакри. Готов врываться. Врывается на Пинк Панду. Леона, скорее всего, забрали. Фейт Болт. Даже телекинез не был проюзан. Тут маны, в общем-то, не было. Очень быстро разобрали Леона. 3.7. Би-би-си впереди. По золоту Би-би-си. На 2 с лишним опережают. По экспириенсу та же история, даже ближе к 3. На Т1 по топу выходит. Команда Балкан Бирскорлеоне. Один флоу здесь попытается помешать. Реведж есть. Надо юзать. Юзает Реведж. Зацепили у нас по Дрине. Привязали к земле. Моментально ответочка у нас от и обзора. Точно такой же Реведж, правда. Рассыпается в итоге по Дрине. Ну, хотя бы себя спас. И обзор вообще. Не задумываясь. Стащил Реведж. Сразу же проюзал его. Потому что потом, в принципе, и маны может не хватить. И никто не даст вообще ничего заюзать. Чины у Эмбер Спирита, кстати, приговорили у нас в итоге. Под Ринью на Бладсикере. Где Лена? Лена продолжает у нас с Леона. Просто хейтить полнейшим уровнем. 5-1-1 умерок для счет. Вот все, что можно было в Леона разрядить, разрядило. Постоянно. Поке Делла. Гуна Блейд. За Фест Блад, собственно. Первая кровь от Мщина. И от Мщина уже 4 раза. Миракль. Я думаю, и дальше у нас Леона не будет чадить. Ну, относительно близкие по рассказам героев. Только вот что у Миракля будет серьезный перефарм. А у Леона с таким темпом ничего по артефактам вменяемого не появится. Ну, а так Лена и Леон, в общем-то, думаю, где-то рядом стоят. Правда, Лена более лейтовый игрок. Ну, хотя бы мид-гейм. В общем-то, потенциал в лейт имеется. Какой-никакой. Кривой, пускай. Пускай совсем не стандартный. 50 на 50. Пойдет, не пойдет. У Леона в лейте не особо потенциал. Там скорость руки небольшая. Ну, тут, разумеется, пассивка решает. Ну, Лагуна Блейд через БКБ тоже, в общем-то, решает. Леон после сбора БКБ от противников становится бесполезным. А Лена свой демэдж в любом случае вносит. Ладно, время есть. Давайте разбираться по графикам. 3000 по экспириенсу. 3000 по золоту, точнее, 2 по экспириенсу. У Падриньо появляется практически собранный Яша. Остается 10 голды. У Рубика есть Войт Стоун. Тоже, наверное, готовится в Юул. У нас Рубик. Миракл. 1700 после Юула. Курьер. Курьер у нас не к Мираклу летит. Леви себе Форс Став пытается насобирать. Насколько я... Нет, нет, нет. Транквил Буци. Не Форс Став. Пока что Транквил Буци. Массакри с Даггером 970 на руках. И... Кто там дальше, дальше Блэк. Барабаны 700 сверху. Барабаны 700 сверху. Продолжение следует... 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 И обзор не возвращается... До сих пор... Какие-то траблы, видимо... Вроде вернулся один раз в игру, второй раз отвалился... Ну, ждем... Собственно, ждем, что тут еще мы могли бы посмотреть... По артефактам, в общем-то, всех все прекрасно видят... У кого что имеется... Продолжение следует... 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 Расковыряли Т1... Игроки команды... Балкан Бирскорлеоны... Ну... Без драки... Без какого-то сопротивления... Со стороны Тинкера... У Рубика появляется Юл... Ничего себе... У СФа Юл... И у Рубика Юл... И у всех, собственно, Юлы... Есть Юл также у Лины... Ну... Ничего... Так, неплохо нафармил... У нас Рубик... Судя по всему... Да, 40 на 8... Крипстат... Плюс... Один фраг имеется... Это все, опять же, после Транквил Буцов... Не с голым сапогом... Или вообще без сапога... Развалился у нас Скайра Смаг... Очень быстро... Койку увозят... И Мирикл Unstoppable... Делает в этом файте... Бэтрайдер забрал Скайра Смага... А вот Мирикл... Соло расковырял у нас... СФа... Блэк здесь не прощает... Приходит в лес... Через щиток... Через... Фесты... Развалил потихонечку... У нас Мирикля... Мирикль, по-моему, первый раз умирает... Нет, второй раз уже... Да, Лина у нас на Фестблат сливалась... Теперь... Еще один фраг... Но теперь для Блэка... И Блэк получает... Ээээ... За... Мирикля... Да дохрена денег... 539 по золоту капнуло... Для кор-героя... Команды Тим Тинкер... 870 на руках... У Блат Сикера... Уже практически Сэн Джин Яша готов... У Массакаря... Совсем немного до Форс Таффа... Одиннадцатый левел есть... Второй Лассо... Тоже имеется... У Койквы 900 на руках... Кому это принадлежит... Это все Блэково... Блэк выходит у нас в Баттл Фьюри... Не самый ранний конечно... Но это тоже не голый Баттл Фьюри... Есть... Уже Барабаны... Есть Боттл... Есть Фазы... Маджик Вонда... Ну... По чуть-чуть Блэк... Собственно... По времени... По сезону... Как раз и одевался... Сейчас... Где-то минутик... Думаю... Двадцатой... Может появиться и... Баттл Фьюри... Готовится выход на Т1 от команды... Тинкер... Должны понимать... Где находятся их соперники... Видят здесь Блэка... Видят здесь Флоу... Также видят здесь... Койку... Ну... Значит... Можно смело заходить... Секер пришел сюда... Нет, Секер сюда не пришел... Секер пришел забирать Тавор... Все... В принципе... Команда, я так понимаю... Просто разменяется у нас Таворами... И... Разойдутся дальше по своим делам... Глиф имеется... Здесь Глиф проюзали уже... Можно полететь посейвить свой... Надо юзать Глиф и лететь драться... Почему нет? 10-5 БиБиСи выигрывают... Глиф проюзали... Ну же... ТП... Ну же... Нет... ТП никто не юзает... Просто отдают Тавор... И... Немножко времени... Украли у команды... Тинкер за счет Глифа... 18 минут... 15 фрагов... Игра не самая интересная... Тут бы... Если бы все как Миракл себя вели... Было бы повеселее немножко... Ну... Тинкер отправились по топу... Заниматься сносом Т2... В это время команда... Балкан Бирскорлеуны... Дофармливает Рошана... И должны успевать в принципе... Дефать свой Тауэр... Айгес Лена поднимает... Бутсов Тревел есть... Ну тоже пошли размениваться... Не хотят пока драться... Разменяются Таворами... В общем-то по золоту они должны быть впереди... Да... Так и есть... Четыре с лишним тысячи по экспириенсу... Тоже впереди... И Тавора возможно даже быстрее снесут... Нет... Здесь Блэк... Здесь Койква... Они уже проковыряли у нас Тавор... Практически до основания... Вот теперь вопрос будет ли Деф Т2... От Тим Тинкер... Никто никуда не летит... Флоу стоит здесь... Панда бежит пешком... Ну будут отдавать значит Т2... Будут отдавать... А где же драка у нас произойдет... И вообще будет ли у нас драка... С обеих сторон... Легкие линии пронесли... Соперники без драк... Без даже попытки подсейвить... Вышли на мид... Теперь ситуация по Таворам... Практически зеркальная... За исключением этого Т1... Который до сих пор убал Камберска Леона СТ... Под смоком... Тим Тинкер... Пайлайдай... Уже должен был видеть... Массакари... Или нет... Нет... Не имеется... Массакари здесь... Файерфлай летает... Собственно... Нормально всех оббегает... Видят у нас Флоу... Будет ли в него врыв... Рыв Пайлайдай... Пайлайдай отсюда увозят... Надо до Мистик Флэйра его разобрать... Сгорает у нас Пайлайдай... Пошел... Реведж от Флоу... Флоу сразу же развалился... Под Мираклем... Ну здесь Блэк... Нарезает очень неплохо... У нас Мираклю... После... Потерянного Эгиса... Встает у нас Лена... Пока что драка... 2 в 2... Массакари... Гонит у нас Блэка... Не получилось на хэкграунд его забросить... Сайлент пройдет... Не пройдет... Да... Сайлент проходит... Блэка разваливают... Опять триплкил от... Лены... Вот вам Лена в миде... Бладсикер забирает... Четвертый фраг в этом файте... Не дали ультракил... Для Миракля... Миракля... Уже готов Аганим... 20 минута... Юл... Бутс оф Тревел... Грейжный Стик... Плюс Боттл... И... Аганим у мидера имеет... У Миракля счет... 9-2... Ну конечно это круто... Действительно это... Приятно наблюдать... Когда... Берутся не самые стандартные персонажи... И... Самым стандартным образом реализуются... По фарму на первом месте Лена у нее... 11,5... На втором Койква... На СФ у него 9,600... Ну где Койква? Койква в таверне... И который раз уже... Третий раз СФ отправляется в таверну... Ну давайте глянем графики... 7500 BBC... И... То же самое... По экспириенсу... Блайт Сикера после Сэн Джин Яша... Уже появляется Огур Клаб Митрил Хаммер... Остается... 1300 до... Рецепта... Меркл после Аганима... Тоже пошел в Блэк Кинг Бар... Ну да это не лишено смысла... Тут... Избавляться от чинов... Плюс... Рэвидж... Опять поймали... В прошлой катке он так сильно терпел... В этой катке видимо... Будет продолжаться ситуация... Лэви здесь... Свапается у нас с Койкой... Пытается уйти... Ну... Времени отнял нормально... Лэви... Но здесь... Миракл... Вообще не обязательный фраг... Дарит команде... Тинкер... По итогу файта... Просто 1500 на ровном месте... Подарили... Тинкерам... Игроки команды... Балкан Бирскорлеоне... У обзора после Юла появляется Даггер... Что вообще с Рубиком творится... Как так получается... Обгоняет он кстати оффлейни... Обгоняет Флоу... В команде Тинкер... Флоу здесь с Даггером... На Форстаф тоже себе... Практически насобирал... Странно... Вроде саппорт Рубик... А так все хорошо... 1.07 идет Рубик у нас... Но 63 крипа... Тоже в принципе неплохо... У Падринья... Тем временем... До Блэкингбара остается всего лишь... 600 по золоту... И Форстаф прилетает у нас Тайтхантеру... Да... Разбили у нас лицо Леону... Где это было... Это было на линии... Меркл уже оттуда давным-давно ушел... Ну Меркл видимо будет до конца этой игры... Помнить... Тот Ферстблад... Который на нем сделал Леон... В миде... Вообще Лагуну не жалей... Это собственно... Чего ее вообще жалеть? Эту Лагуну... Скоро еще 50 секунд будет... КД... Под ноги Меркл... Мистик Флеер... Должен умирать... Не выживает у нас Лена... Вот для этого собственно... Блэкингбар и тарится... Потому что... Через Чайны... Через Мистик Флеер... Очень просто забирает Ленуу... 6 дефа... Немного... ХП... Опять же на ХП... Ничего кроме Огр Клаба... И Аганима... Не имеется... Сама по себе Лена... По силе... Тухловатый персонаж... Тут... Немного... Встроенный 39... Короче говоря... Мало-примало... Леви... Будет ли кого-то... Свапать? Будет ли байтить вообще на себя? Блэкингбар прилетает у нас Сикеру... Ну файты... Все реже и реже... Но случаются... Экшен какой-нибудь... Какой-никакой конечно... Происходит на карте... Но все это... Так редко... И все это так скучно... Что... Честно говоря... Уже... Поднадоела данная игра... Ну... Блин... Первую откометили... Вторую... Разумеется... Тоже будем кометить... Бест оф 2 у нас... Напомню... Это... Джунь Дота... Эм... Пока что... 1-0... Команда Би-Би-Си выигрывает... Первую катку они очень серьезно... Вздоминировали... Блэк... В лассо попадает... Сюда же я обзор... Я обзор фисты украл... Но через фисты... Разобрали... Массакарь забирает этот фраг... Забрали Блэка... Вот то о чем я говорил... Формил... Формил человек всю игру... Потом взял и в чужом лесу просто так отдался... Леви на лоу хп... Погибает... Леон забирает этот фраг... А здесь Миракл под Леона уже пришел... Хотя нет... Здесь есть получше цель... Только цель эта вся бесполезная... Потому что Блэк Кинг Бар у Койкуа имеется... Фингер оф Дэс... Спина у нас Мираклю пошел... Ну... Развалили у нас Койку также... Очень быстро и очень уверенно... Тайт Хантер будет лизать реведж... Есть ли вообще смысл... Поднимают у нас вверх Тайт Хантера... Без реведжа обошлись... 3 в 2 размен в пользу команды... Балкан Бирскор Леоне... Тинкер тут... Эээ... Рубик точнее тут через фесты наваливает по всем... Классно... Быстрый... Дерзкий... По Дриньо после Блэк Кинг Бара полторы тысячи... Миракл сыпется и мне это не очень нравится... Надо бы как-то в лесу идти... Какие-нибудь спауны... Стаки... Эээ... Какие-нибудь спауны... Какие-нибудь стаки в лесу сделать... Чтобы был вариант... Нас собирать как можно быстрее на Блэк Кинг Бар... У Блэка... Тысяча на руках... Это все после Персеверанса... Второй Баттл Фьюри готовит... Соло против Миракля драться не решился... Просто ушел на... Ремнан свой... А вот я думаю со Скайра с магом вдвоем могут подраться... Против Миракла уже неоднократно его сливали... Наверное... Будет примерно та же история и сейчас... Тут до Блэк Кинг Бара остается... До счет 1900... Короче дофига до Блэк Кинг Бара у нас для Миракля... По Дриньо от Эншентов вообще не уходит... Две сто уже насобирал... Вот у меня просто вопрос по Бладсикеру... Да он какие-то ранние артефакты вывозит... По левелу тоже все хорошо... Что дальше собирать Бладсикеру... Из того что могло бы быть... Полезным... Кераса это или это не Кераса... Ну может быть в принципе и Кераса... Правда... Ну вот... Дальше толком не понятно... То ли это Мьелнир... На данного персонажа... Но опять же... Вырубают Бладсикера достаточно быстро... В файте... По ХП он не такой уж крепкий... Вроде бы все нормально у него... Но... Как-то в масс файтах... Данный персонаж... Не сильно наваливает... Непривычно вообще видеть... Часто убивающего Бладсикера... Тем более ульту сделали... Не сильно дамажищую... Файты у нас обычно... Не размазываются на пол карты... Никто ни от кого не бегает... Все если... Начали драться... То стоят и дерутся... Собственно поэтому конечно... У меня много вопросов... Обыкновенно... К... Выбору Бладсикера... Вообще в команду... Ну и тем более на роль Керри... Готовятся Тинкеры... Зайти на Т2... Блэка видят... Блэка пингуют... Эээ... Блэка... Падринья конечно видят и пингуют... Привязали к земле... Туда же... Моментально у нас... Мистик Флеер... Высвапывает... Правда у нас... Винга... Падринья... Падринья на лоу ХП... Отсюда уходит... Миракль... Тоже на лоу ХП... Миракль рассыпается... От ульты Койквы... Дабл килл от СФа... Трипл килл от... Все того же СФа... И дальше еще гоняют Массакери... Койква очень классно подрался... Все хорошо получилось... Кстати... Requiem of Souls украл у нас Рубик... Но все это бесполезно... Он только... Собой под фонтан... Данный артефакт может забрать... Три тысячи на руках у СФа... Есть уже Ultimate Orb... Куда собственно направиться... То ли это будет... Ну думаю... Это будет скорее всего... Скади... Никаких Хексов... Что-то слишком серьезно... Хотя от Койквы на СФе по-моему и был... Хекс совсем недавно... Ну... Сейчас глянем... Персик... Покупает у нас СФ... Собирает себе Линку... У Эмбер Спирита... Тем временем... Три тысячи на руках... Персеверанс имеется... Готовится... То уже в принципе можно и покупать... Разве что на Байбек не хватит денег... Если купить второй Баттл Фьюри... Ну... Блэк уже фармит... Прекрасно... Через Фесты... Через Баттл Фьюри... Все хорошо получается... Не надо вообще даже напрягаться... Особенно... Команда BBC выходит на Рошана... Знают ли об этом... Нет... Об этом никто не знает... Никакого Вижна на Рохе нет... Вообще карта без вардов со стороны команды... Тинкер... На миде стоит... Но это же вообще смешно... А в это время у нас потихонечку падает Рошан... Этот раз я думаю для Падринио... Да... Так и есть... Линкен Сфера для Эмбер Спирита... Нет второго Баттл Фьюри... Пошел у нас в... Сейв... Ну хорошо... И так же Линка у нас для СФа... Линка после Блэк Кинг Бара... Койква вообще решил подсейвить себя... По максимуму... Чтоб ничего не прошло... Но Линка здесь понятно для чего... Да и вот... Собственно понятно для чего Линка... Потому что все это... Плюет на... Блэк Кинг Бар... Ульта и одна... Ульта вторая... У Лины понятное дело что за счет Аганима... У Бэт Райдера по дефолту... Луна вообще вертеть хотела... В Юули... Все Блэк Кинг Бары... До БКБ у Миракла немного осталось... Где-то 500-600 насобирать... Может быть... В течение 2-3 минут... Если оставить пофармить и получится... В файтах пока что Миракл сыпется... И сложно вообще даются драки... Любого плана... Горит... Причем флеймят его все... И хейтят сразу же... Увидели... Подняли ветра... Под ноги Реквием оф Сол... Отходит команда Балкан Бирскорлеоны... Не хотят драться... Ну собственно вот почему... Потому что выигрывали... Около 7,5... Теперь... Всего лишь 2,5 в их пользу... По экспириенсу Тинкер вообще вышли вперед... Койква поднимает у нас вверх... И обзора... И обзор сам себя может поднять вверх... Реведж пошел от Тайтхантера... Рубик, Рубик, Рубик... Что же Рубик, Рубик... Фингер оф Дэс украл... Но умер раньше чем смог его провязать... Койква пытается разультиться... Разультился по Леви... Ну Леви тут и так просто умирает от взрывной волны... Дабл килл от Койква... Миракл... Все еще жив... Дерется против Блэка... Взлетает... Ветра... Падриньо уже трипл килл... Миракля тоже развалили... Бежит у нас... Падриньо... Трипл килл... То Миракль... То Падриньо... BBC все как-то на одного играют... Блэк сыпется здесь... Теряет Эггис у нас... Бладсекер... И теперь я думаю есть смысл побегать за Блэком... Сразу же Койква в ветра у нас поднимает Падриньо... Будет ли Драка... Ну, наверное... Одного Падриня здесь раскатят... На Римнанту летает у нас Эмбер Спирит... Куда, кстати... Теперь Эмбер Спирит пошел у нас гнать Блэка... Чейн есть... Есть, в принципе, Флейм Гвард... Можно попытаться зацепить... Да, привязали у нас Падриньо... Наверное, не уйти отсюда у нас... Бладсекеру никаким образом... Через деревья... Куда-то там... Пытался-пытался... Не получилось... Вот зачем Ленка нужна СФу... Чтобы не стоять под вражеским Тауэром... А вот теперь... Ленка уже не поможет... Койку поймали... Хотя тут, опять же, два саппорта... Кто... Кто еще кого поймал... Койква Леви просто в салат разбирает здесь... Без разговоров... Развалили... Эмм... Развалили Венжи Фулл Спирит... Викед Сиг для Койквы... Эмбер Спирит против Миракла... Ну, теперь все понятно... Ленка слетела... И Ленку... Сквозь Ленку... Не сквозь Ленку... А... Под низ под Ленку... Миракл... Ультанул... Ну, теперь пытаются его точно так же разобрать... Разобрали... Ульта... От СФа... Долго разговаривать с Леной никто не собирался... Налог ХП у нас... А... К тому же еще и Скайра Смак... Но по всей карте происходят драки... 22-24... По экшену все достаточно насыщенно... У Рубика появляется Point Booster... Тысяча на руках... Две тысячи осталось до Аганима... И обзору... Рубик вообще не... Проседает под деньгом... Тайт Хантер... Обливент Став приобрел себя... Еще тысяча... На сдачу осталось... У... СФа... После Ленки... 4800... У Койку... Первое место... 20000... На один слот опережает он ближайшего преследователя... Именно Падриньо... На Бладсикере... 5-3 счет у него... И у Мирокла... Давайте глянем... 11-8... По своим половинам карты разбрелись у нас... Игроки обеих команд... Что-то СФ должен себе нести... Кристаллис... И рецепт на Дайдалус... У Койку совсем немного... А именно этот крип остается до... Дайдалуса... Покупает... Покупает... Фактически одним кликом... Несет себе... Готовый крутой мощный артефакт... У Эмбер Спирита Кристаллис уже есть... 434 по золоту у Блэка сверху... У Сикера Кираса есть... После Кирасы 800 сверху... Что толком делать... Правда Сикеру непонятно... Как драться против СФа... Как драться против... Эмбер Спирита... Так... Возможно Сайлент пройдет... Сайлент пройдет по Блэку... Зацепить нечем... Врывается у нас Флоу... Ревач по двоим... Ябзор... Что ну... Укради же Ябзор... Забери же Реведж... Ульта пошла от Койква... Миракл в БКБ... Падринио тоже в БКБ... На лоу ХП летает у нас Койква... Койква должен рассыпаться... Миракл с руки у нас уже разваливает Койку... Как удачно БКБ пришел для Миракла... Трипл килл уже для Лины... Дерется в Соло с Блэком... Сумасшедшая скорость атаки... Ультра килл от Лины... Мид Лина... Ультра килл... Тим Вайп для БиБиСи... Четыре фрага на счету Миракля... Только в этом файте... Сразу же появляется Алтимейт Орб... Ну вот пожалуйста... Теперь... Даже немного интересно... Что Тинкер на это скажет... Эмбер Спирит... Который вроде имбовый... Вроде не контрится... Все в принципе контрится... Когда стоит Лина из руки... Умудряется у нас заковырять... А Эмбер Спирита... Это конечно... Приятно... Смотрите... И вообще для команды Тинкера... Я думаю... Жутковатое зрелище... Ну скорость атаки... Невероятно крутая... Все это понятно... Все это через пассивку... Пять ударов... За две секунды от Миракля... Фарму... Приближается уже к СФу... А это на самом деле... Невероятная высота... По Дрине Сэншитов... Не уходит вообще... Нравится ему здесь... Какая-то у него своя атмосфера... Своя туса... Не выходит из пота... Все время стоит... Кого-то пилит... С кем-то дерется... Никто ему не мешает... Вообще... И он собственно... Никуда... Ничего не хочет... Никуда ему не надо... Но иногда на мид... Выходит подраться... Вот как сейчас... Даже как-то странно... Решил в Блэка поиграть... У Леона уже есть Даггер... У Леона есть Форстав... Саппорт... Кое-что да вытащил... У Скайрос Мага... Второй ульт... Форстав тоже имеется... У Эмбер Спирита... 1400 на руках... После Кристаллиса... Ничего не появилось... У Леона мы видели... У ССФа... Еще 1000 после Дейдалуса... Под Смоком... Команда... Балкан Берскор Леона... Смок спадает у нас с подриня... Залетает на хайграунд... На койку... Моментально развалились... Лена... Не через Лагуну Блейд... Но дальше с руки... Понятно, что... Быстрее чем Миракль... Никто с руки не бьет... Очень-очень быстро... Развалили койку... Байбека у него... Не имеется... Еще 900... Золотах... Не хватает... Миракль... Соло... Против Блэка... Дерется... Мистик Флеер у нас ловит... Но ловит не Миракла, а Леви... Мираклу надо уходить... БКБ провязал... Теперь можно и подраться... В принципе... По скорости дэмэджа... По скорости дэмэджа... По скорости атаки... У Миракла все в порядке... Главное не подставляться... Просто бить... Бить... Еще раз бить... Выхиливает у нас Миракла... Лагуна Блейд... Уже откатилась... Правда... БКБ не имеется... И 2000... Сыпется конечно... По ХП... Очень сильно... У нас Лена... Опять же... Суть не подставляться... Под Риньор... Сайленс под Тауэр... Бросил... Никто... Под Сайленс не подставляется... Минус 2 пока что от BBC... Миракл начинает наваливать у нас по Тауэру... Барабаны кто-то проязал... Но это вообще не мое дело... Поздно... В Блэка... Все вкастовали... Очень-очень быстро... Эмберспирита разобрали... Это анстапа был уже для Миракля... У Флоу нет... Еще 90 секунд ульты... Минус... Барак на миде... Будут пытаться разваливать здесь Флоу... Должны это сделать... Лена с хайграунда разваливает... Под Ринью разваливает... В принципе по поводу Лейта... Я бы тут еще и... Наверное поспорил... Лена очень неплохо себя чувствует... Взлетает у нас с ветра Лена... Разве что вместе Флеер... Привеземлится... Миракл... На лоу ХП... Улетает в таверну... Ну... Здесь нормально... Двоих забрали... 25-33... Балканберс Карлеоне... Проигрывают... Пока проигрывают... Причем существенно... Мид они теряют... На миде остался только... Рейнжевой барак... Милишные снесли... По золоту... ББЦ... 10 с лишним... По экспириансу тоже... Все к этому идет... Пока что 7,5... У Лены... Полторы тысячи на руках... Думаю в Хекс у нас... Миракл выходит... Начинается у нас драка... Койква... Власон... На хайграунд залетает... Под фаерфлайем... Надо его здесь и оставлять... Койква отсюда... Выталкивает его... Есть в принципе чем вытолкнуть... Миракл разваливает у нас в это время... Скайрос мага... Ну сильно получает... По горбу от Койквы... Зацепили у нас Койку... Через Хекс... Очень быстро... Разобрали... Данного героя... Реведж тут даже... Нет... Подкоп... И обзор у нас... Еще один подкоп в ответку... Блэка развалили... Триплкил от Падринья и... Миракл еще одного персонажа разобрал... Через Лагуна Блейд... Не знаю... Кто здесь лейд... Пока что... ББЦ дерутся просто великолепно... Забирают Рошана... С этой скоростью атаки... С этим дэмэджем можно драться... Рошана для Миракла скорее всего... Сыр в принципе есть кому взять... И надо идти попробовать доковырять мид... И попытаться снести еще какую-то линию... По байбекам... Есть у СФа... Есть у Леона... Ну так если есть у СФа... Надо заставлять СФа делать этот байбек... Зачем же в пятером драться... Скайрос маг через 3 секунды появится... Миракла хилят через урну... Все в общем-то делают для того чтобы... Не пришлось... Просто так отдавать Аегис в пустоту... Выкупается у нас СФ... Заставила команда ББЦ... И не собирается никуда уходить... Лебиси готовы драться... Миракл... Очень сильно бьет с руки... Нет еще Тайтхантера... Ждут... Ждут... Ждут Тайтхантера... Правда у Тайтхантера 70 секунд не будет реведжа... Эмбер Спирита тоже 30 секунд нет... Это время падает еще один милишный барак... Теперь на нижнем лайне... Команда... Балкан Берскорлеуна решила по всем фронтам... Задавить своих оппонентов... По золоту... 14 тысяч... По экспириенсу за 14 тысяч... На первом месте у нас Миракл... Две... Двадцать две даже... Двадцать две четыреста... У него и... Двадцать одна... Даже двадцать две тысячи у... Падрини... Ну где-то здесь Койква в тройке... А дальше полнейшая пропасть... Пропасть в... Пять тысяч... В целый слот между Эмбер Спиритом и например... Даже его тиммейтом Койквой... Две девятьсот сверху... У... Лины после Хекса... Чего вообще от жизни Лине еще желать? Я честно говоря даже толком не понимаю... Я думаю что может быть при такой скорости атаки есть смысл... Подумать о каких-нибудь критах или о каких-нибудь молниях... Которые вылетали бы так... Так же быстро как... Вообще это возможно... Ну наверное криты все-таки... По-полезней здесь будут... Все-таки БКБ... Плевало на все молнии от любого... Мэлстрома или Мьелнира... Привязали Мираклан... Но не врываются... Блэк это все делает со своего хайграунда... По байбекам... Нет ни у кого из игроков команды Тим Тинкер Байбека... Мираклан начинает стрелять по Блэку... 100 байбек есть у Рубика со стороны Би-Би-Си... На котором играет Ябзор и Падриньо... На Бладсикере... Миракл ну просто как дурной... Стоит с хайграундом месяц... Нон-стоп... Постоянно... Накручивает себя по... Пассивке... Начинают бить по Таверу... Но Тавер есть чем дефать... Блэк здесь в принципе с одного-двух ударов... Все это разваливает... Опять же Койква... Каким-то образом помогает... Но не Миракл должен у нас здесь никаким... Эээ... Никак... Танковать... Есть кому танковать... Тот же Бладсикер у него имеется... Эээ... Двадцать... Сколько здесь... Не двадцать... Тридцать два... Дефа плюс... Две триста практически по ХП... По байбекам... Ничего интересного так и не появилось... Давайте на золото переключимся... Блэк... Все время и выйдет Сайленс... А здесь уже... У Тавера четыреста двадцать осталось... Еще одна пачка крипов... Миракл просто... Доковыряет у нас... Я думаю... Тавер... Блэку сбили линку... Блэка... Поближе к себе притянули... Сразу же туда... Лагуна Блейд от Миракла... С руки валит у нас по Койкве... Вот вам не лейт... Трипл килл уже от Миракля... Байбеков ни у кого нет... Это ГГ... Отлетает у нас СФ... Но это все бессмысленно... Отлетает также Леон... Игра идет в лейт... Да... Игра пришла в лейт... 47 минут... Миракл с руки... Расковыривает всех... Кого только можно... Начиная с СФ... Продолжая... Тем же Блэком на Эмберспирите... Короче говоря... ББЦ... ББС... Балкан Бирскор Леоне... Обе игры выигрывают... Выигрывают ярко и интересно... И вторая мне понравилась намного больше... Никаких Фантом Лансеров... На мид Лена... Лена на миде... Всех в салат разнесла... 22 на 9 заканчивает у нас Лена этот файт... Ну что... Поздравляем... Поздравляем ББС с удачной реализацией комбы... Все... У нас заканчивается день... Завтра следите что там в группе по трансляциям... По моему в 12 сет... Или может даже 11 сет... У нас имеется матч азиатского дивизиона... Вот... Не пропускайте... Завтра уже услышимся... Ну и вся инфа конечно будет появляться в группе... По поводу... Всех... Стримов... Стримы... По... В мере поступления матча MLG... Join Dota Pro League... Ладно... У микрофона был друг... Тяжелый... Длинный день... Прощаемся... До завтра... Это студия игрокам ТВ... Не забывайте... Нажимайте follow... На твиче... Это бесплатно... И... Нам... Больше читайте книг... Услышимся уже завтра... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok